Всех нас ждут впереди холодные осенние и зимние дни. А с ними придут вирусы, инфекции и всякие простудные заболевания. И к этому надо хорошо подготовиться. Я предлагаю вам подготовить для этого несколько острых соусов из хрена. Для того, чтобы укрепить свою иммунную систему, запастись витаминами. И чтобы у вас под рукой всегда было мощное средство от простудных заболеваний и от всяких инфекций. Корень хрена желательно взять постарее, потолще. И очистить его желательно так, чтобы хоть немного, по возможности, оставить кожурой. Так как в ней содержится мощное средство, природный иммуномодулятор. Я беру две свеклы со своего огорода сладкие. И хочу добавить чеснок, но это на ваше усмотрение. Попробуйте по вкусу, если любите, добавляйте. Если вы будете выбирать свеклу на рынке, хочу вам, наверное, напомнить, что свеклу выбирать надо вот с таким тонким хвостиком. Она всегда будет сладкая и вкусная. Свеклу я потру на вот этой мелкой терке. Корень хрена пропущу через мясорубку. И чеснок можно потереть, можно через мясорубку. На ваше усмотрение. Перед тем, как корень хрена пропускать через мясорубку, его надо немножко измельчить. Так будет удобнее. Вот так выглядит готовый хрен со свеклой. Я еще присолила морской совью, перебила на блендере еще для того, чтобы все-таки помельче было. Так будет получше. Но можно было и сразу слаживать, смешать и слаживать. В баночку было бы тоже очень хорошо. Свекла еще пустит свой сок. Кстати, я попробовала чеснок, абсолютно не слышно. Можно было больше добавлять, просто для полезности. Но вкуса, я думаю, все равно не будет слышно, потому что хрен забивает все. Он также убьет все вирусы, инфекции, и мы ничем не заболеем. Перелаживать можно в баночку все и ставить в холодильник. Для этого рецепта я положила чеснока побольше. Вы смотрите на свое усмотрение, доводите до своего вкуса, пробуйте и добавляйте, чего вам побольше понравится. Так как я добавила чеснока побольше, я пропустила чеснок вместе с хреном через мясорубку. Если у вас нет блендера, пропустите чеснок и хрен через мясорубку дважды. Помидоры можно перебить сразу на блендере, но я протерла их на терку. И если у вас нет блендера, вы тоже так сделайте. Симечки я не отделяла, так как я считаю, в помидоре все полезно. И сейчас я соединю хрен, чеснок и помидоры вместе и перебью на блендере. Вот так выглядит хрен с чесноком и с помидорами. Присолите по вкусу и соус готов. Попробуйте еще вот такой вариант. Здесь в стакане блендера хрен вместе с чесноком пропущенный через мясорубку, подсоленный по вкусу морской солью. И сюда же добавлена половинка лимона. Я удалила только косточки и добавила вместе с мякотью без кожуры. Но мне показалось суховато, поэтому я добавлю еще вторую половинку лимона. Напомню, что если нет блендера, пропустите через мясорубку дважды, получится отлично. И здесь приблизительно чайная ложка меда, она тоже пойдет в этот соус. Так выглядит корень хрена с лимоном, чесноком и медом. Все три заготовки из корня хрена вкусны, а главное очень полезны. Если вы приготовите все три варианта и они доживут у вас до зимы, вам будут не страшны никакие вирусы. И соус из зеленых листьев хрена. Листья хрена здесь отделены от стеблей. Вот так стебли остались. Листики мы отделили. Стебли тоже полезны, конечно, но все же соус будет приятнее без стеблей, без волокон. Кроме листьев хрена, здесь кинза, петрушка и укроп. Все полезно и вкусно. И добавлен будет чеснок и соль по вкусу. Это будет острый васаби на украинский манер. Все надо перебить на блендере. И острый соус из зеленых листьев хрена, ароматных трав и чеснока подсолен по вкусу и готов к употреблению. Попробуйте, это очень вкусно и полезно.